Решение отметить таллинские пляжи экологическим знаком с синим флагом было принято Международным фондом экологического образования. По словам вице-мэра Таллина Арвуса Рапуна, всех пяти пляжах столицы полностью выполнены все требования директива Европейского Союза о качестве воды на пляжах. Вообще для ее оценки существует более 30 критериев, главными из которых, конечно, являются чистота воды и пляжа. И, например, на столичных пляжах для очистки прибрежной линии задействован специальный песочный комбайн, который легко рыхлит песок, вытаскивая прошлогодний мусор с глубины до 15 сантиметров. Температура воды пока купальщикам не благоволит 10-11 градусов, но если нетипичные для эстонского начала июня жаркие дни будут стоять и дальше, то мы, несомненно, увидим здесь толпы купающихся. Сделана, в общем-то, огромная работа, и я думаю, люди не должны об этом думать, что это вот чиновники много стараются для того, чтобы у них был приятный пляжный сезон. Я думаю, люди просто уже в июне, в июле, в августе должны просто прийти на пляж, найти там все необходимое и радоваться тем, что есть. Конечно, отдельно еще есть вопросы, может быть, связь здесь с автобусами не самая лучшая, есть проблема с землей, из-за этого парковка довольно маленькая. Но все равно, я думаю, что люди очень старались, пляж очень красивый, природный, и здесь, в самом деле, насколько это такое очень открытое место, вода двигается, очень-очень чистая вода. На пляжах Пирита и Пикакари, которые стали обладателями синего флага, уже работают спасатели, которые следят за безопасностью на воде и суше. Парни и девушки готовы реагировать на любой вызов в считанные секунды, будь то потерявшийся ребенок, пьяные люди, которые готовы лезть в воду, невзирая ни на что, и даже курильщики, ведь с этого года на пляжах курить запрещено. Ну и не стоит забывать о том, что расслабляясь под палящим солнцем, не стоит терять бдительность. По возможности, не берите с собой на пляж ценные вещи и не оставляйте их на виду в автомобилях. Особое внимание на пляжах, конечно, необходимо уделять детям. И чтобы облегчить поиск заблудившегося малыша, стоит обратиться к спасателям за специальным браслетом. Есть повязки для детей на руку, это намного легче, ну, упрощает нам работу, если ребенок потерялся, или же его находит какой-то другой человек, тогда мы на повязке пишем номер телефона, имя родителя, человек нашел вашего ребенка, допустим, если, не дай бог, он потерялся, и сразу можно связаться, тогда звонит вам напрямую. Важно также помнить, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Старайтесь не приносить на пляж напитки в стеклянной талии, ведь осколки бутылок в песке могут стать причиной серьезных травм. И несмотря на то, что спасатели готовы прийти на помощь, отдых в таком случае наверняка будет испорчен. Скамейки, кабинки для переодевания, волейбольные площадки, краны с питьевой водой, детские площадки и многое другое – все этим летом к услугам отдыхающих. Конечно, существуют проблемы с парковкой и графиком общественного транспорта, но эти вопросы старейшина Пахья Таллина обещала вводить в ближайшие дни.